Всем привет! Сегодня я продолжу рассказ про новый блок сборщик ресурсов. В прошлом видео мы посмотрели, как можно с помощью этого блока организовать вывод ресурсов из куриной фермы для продажи. В этом видео я расскажу, как можно использовать его в ферме Мобов. Ферма Мобов отличается от куриной фермы тем, что она имеет огромные размеры, и чтобы все чанки были разморожены, чтобы она полностью работала, нужно, чтобы игрок был в центре этой фермы. Для этого, если в куриной ферме мы выводили ресурсы за периметр города, то в данном случае нужно игрока провести к центру фермы так, чтобы он не смог провести крипера, а если провел крипера, то не смог этим воспользоваться. Для этой цели я построил новый шлюз. Новый шлюз работает по такому же принципу, как и при аферме из арскуриной фермы. С той разницей, что люк деревянный или железный заменен на поршень и блок стали. Блок стали – это новый блок, который также не взрываем, как обсидиан, но отличается от него тем, что поршень может его двигать. Поэтому, если мы сделаем схему с рестованным и поршнем, мы сможем сделать взрывобезопасную шлюз. Вот и мер работы по шлюзу. Устанавливаем такой-нибудь ресурс, как образец. В данном случае ставится на 5 алмазов. Я добавил еще один вариант. Один блок земли в качестве проходного билета. Мы бросаем землю, и шлюз открывается. Через несколько секунд он закрывается. Оказавшись внутри, мы попадаем в проход. Проход сверху защищен блоком стали. Когда поршень открывается, блок стали защищает его от взрыва крипера, который может взорваться в падении. Попадая внутрь, мы проходим по коридору до центра фабрики. Коридор заполнен водой. Это для того, чтобы крипер, который могут сюда забросить через проход, не смог взорваться. По проходу мы попадаем в центральную комнату для сборки ресурсов. Комната выглядит таким образом. Пол комнаты сделан из сейфов. Пароль от сейфов на табличке. Имеется все необходимое для того, чтобы собирать порох, и сразу крафтить из него PNT и продавать на биржу. На всякий случай здесь установлен раздатчик, который выдает за алмаз блок песка в качестве адреса для биржи. Поэтому и дробь, который попадает в эту комнату, ему уже не нужно куда-то бегать. Все, чем необходимое, есть здесь, в этой комнате. Подача ресурсов сделана с помощью плазмы. Точно так же и с куриными яйцами. Дробь, который падает с мумбов, совершает обороты вокруг билочки и попадает в эту комнату. Чтобы эльфы не могли забраться ближе к побивалке, здесь стоит вот такой вот блок, полу-блок из камня. Предметы набираются довольно быстро, но не так. Чтобы не забивать весьма нитратегасом, можно сделать расстановку предметов так, чтобы лишние предметы не забивали много. Делается это вот расстановкой по одному предмету в каждую очередь. Тогда те, которые не будут вмещаться, они не будут попадать в нитратегасом. Допустим, нам нужна стрела, хора, паутина. Если предметы вложить во свои ученики, то именно такие виды предметы будут эльбераться. Такие можно, допустим, сидеть в руках и ждать, пока они наполнятся. Наполнятся, если не так. Помимо пороха стрел, паутина, в этом фаунере набираются также жемчика эндермена, что очень полезно для медиков для проведения операции. На этом рассказ о новом блоке завершён. Если вас интересует дроп в первом мобах, то лучше воспользоваться вот этой возможностью в ближайшие дни, потому что админ обещал пофиксить выпадение предметов из мобов в тех случаях, когда они умирают свои смерти, то есть не отрок игрока. Таким образом, в скором времени первым мобов перестанут работать. Если вы хотите в этот момент подготовиться, лучше не тратить время и побольше накопить ресурсов. Ну и там всё, всем пока.